У физики есть законы для всего. Если нам надо поднять груз, мы можем использовать наклонную воскость. Но в некоторых случаях этот способ, увы, невозможен. Его нельзя применить. Когда приходится для другой древний способ поднятия груза – блок. Блок позволяет уменьшить прикладываемую силу, изменение направления и кладываемую силу. А это еще не все. Позвоните прямо сейчас, и вы сразу получите два блока, прикладываемую силу в два раза меньше, чем с одним блоком. Еще один способ – наклонная пласкость и блок – древнейшие способы поднятия груза. За тысячелетия неустанной работы. Но порой этих способов бывает недостаточно. Когда есть правило рычага. Дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Это так говорил Архимед рычага. Пока еще землю никто не пробовал. Чем длиннее рычаг, тем легче перевернуть груз. Печо рычага должно быть коротким. Там, где прикладываешь силу, должно быть длиннее, где в два раза. Рычаги используются не только для переворачивания груза. Когда мы качаемся на качелях. Несем груз на тачке. Подлетаем. Ловим бры водочкой. Перережем ножницную бумагу. Колим орехи. И пользуемся пинцетом. Казалось бы, простое правило. Но без него никак нельзя представить современную природу. Простейшие законы физики. Законка сказок. Давление в жидкостях и газах расходится одинаково. По всем направлениям. Где он действует? И когда вы надуваете шарик, воздух расходится равномерно. Поэтому такой круглый. А если бы закон Паскаля не работал, то мы бы увидели совсем другую картину шарика. Можно использовать закон Паскаля, просто налить в воду сообщающиеся сосуды. Это сосуды, которые соединились вместе. Такой бы формы они бы не были. Все равно в них будет всегда уровень жидкости одинаковый. Также можно поднимать грузы. Человек в плоском сосуде, а не астон в широком. Такое действие называется. Петроанглический замкрат. Закон вернули. Давление движущегося в воде или газов уменьшается с его ростом скорости. Не пытайтесь закон вернули запомнить, попытайтесь его понять. Например, если вы возьмете фен для сушки волос, поставите туда шарик для пинг-понга. Давление воздуха всегда возвращает шарик обратно. Он взлетает, то опускается. То взлетает, то опускается. И закон вернули, не помог самолетам летать. Недленнее поток воздуха внизу, чем сильнее давление на крыло. Когда и самолет этот закон удерживает в воздухе. Закон Архимеда. Однажды Архимед прыгнул в ванну, расплескал воду, закричал Элика и открыл новый закон. Закон Архимеда гласит. Покруженное тело в воду или окруженное газом Действует выталкивающая сила на то, что в него погрузили. Правда я тому, что в нее погрузили. Закон Архимеда объясняли. Почему? Ну, латушные шары летают в воздухе, Летают в воздухе, а корабли плавают по воде. Их заставляет выходить с его выталкивания. Законкинский инерция Атвартирует как бездействие. Инерция свойства сохранения своей скорости, И пока на него не подействует сила. Так, пример. Если вы поможете мячик в одножке себе, в автобусе, то когда водитель затрунется, у вас мячик выкатится по инерции. Когда резко ты газуешь, мячик тебе назад вернется. Первый закон Ньютона. На самом деле, у него целых три. Целых три. Второй закон Ньютона. Как нужно подействовать, а лежащая чела или двигающаяся? С какой силой? Чтобы оно начало двигаться. Как рассчитать мощность двигателя? Машина поедет. Третий закон Ньютона. Начало действовать сила притяжения. Если мы ничего не трогаем, все равно вещи могут полыть вниз. Без силы притяжения все будет в космос. Как Ньютон открыл закон? Он сидел под яблой, и яблоко упало прямо на ученого. Хорошо, что он был ученый. Формула Гене Эйнштейна. Е равно МЦЦЦЦ. Первая буква означает Е. Энергия. Энергия это без чего не тикло, не сыпалось и не светилось. Престало бы Солнце светиться, да и планет вращаться вокруг. Вроде бы ни Солнца, ни планет, вроде бы не существовало бы. И не надо бояться, что вдруг батарейка Селены иссякнет и все развалится. Это то, чтобы энергия, это то, чтобы мы не сжигали, не расщепляли, не сжимали. И не было бы вообще ничего. Однажды умные люди позволили нам всем полную сохранную энергию. Это закон сохранения энергии. Сколько бы мы не тратили энергии, всегда количество энергии будет одинаково во всем мире. Оно просто приходит из одной формы в другую. Все, что держит частицы нашего мира, это тоже энергия. Масса – это тоже очень важно. Да, так же, как и энергия. Умные люди открыли закон сохранения массы. Масса никуда не девается. Она переходит от одного до другого. Но если ты, например, сжигаешь, то что-то будет. Ничего особенного. Просто дрова превращается в эти кусочки, которые не могут подняться, остаются углям и пеплом. А дрова с вами превращаются в дым. Раньше считали, что энергия отдельно, масса отдельно. Но в начале 19 века Генненштейн поломал все устойки и выставил свою гениальную форму Е равно МЦ в квадрате. Если на одну частицу потратить очень много энергии, то масса начнет расти. Если массу расщеплять, то будет выброс энергии. Вот, например, я кушаю суп, я изображу вот так вот, и я превращаю масло в энергию. Т это равняется скорости света или скорости 300 миллионов метров в секунду. Ничего этой скорости нет быстрее. Это предел вселенной. Всем пока! Читайте книжки, шки-чевожки и смотрите мультик «Очень умные пин-коды». Подписывайтесь на канал Эхо Детство! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!